Верю Господь, мы верим в Твои чудеса. Ты чудес наш Господь, И Спаситель, Царь Вселенной, Царь Земли. Мы нежелаем Твое великое имя. Чтобы Ты здесь творил, Господь, Твори все новое, Обнови каждого из нас. Мы взываем, 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 взываем царю, Прийди из Духовям своим святым, а тебя творящий чудеса я в тебя в творящий чудеса да мы верим в тебя я в тебя благодарим и славим твое великое имя Господь склоняемся и преклоняемся перед твоим величием и могуществом здесь на каждом месте где открыто сердце для принятия евангелия где открыто сердце изливания твоей любви через духа твоего святого дай Господь нам с благодарением принимать твое слово с небес чтобы оно растворялось в наших сердцах и мы ушли обновленные в духе истины откровения познания тебя потому что ты есть путь истина и жизнь о Иисус измени возьми Господи возьми каждого из нас в свою любящую ладонь и пусть наши сердца они изменятся пусть перемены придут в нашей жизни потому что ты царь славы ты победитель ты господь господствующий боже я прошу тебя наполни наши сердца чтобы сегодня в нашем где пришла победа над любыми невзгодами над любыми противостояниями никто не просто противостоит если бог с нами кто против нас ты иисус наш царь ты есть победа ты есть величие ты есть тот который изменяет наше направление в сторону вечной жизни благодарю тебя господь спасибо тебе боже и отдаю все в твои любящие руки все собрание которое сегодня есть пусть дух святой говорит не человеческими словами и разумениями а ты господь сегодня проповедуй чтобы мы господь ушли измененными ободренными в силе духа святого спасибо тебе иисус молился я во имя и славу твою аминь добрый день хочу поприветствовать канал веры 24 которые всегда с нами вас приветствует церковь ковчег город сочи я хочу поприветствовать всех наших людей которые в церкви ковчег я хочу поприветствовать всех наших гостей которые сегодня смотрят нашу трансляцию добро пожаловать чувствуйте себя как дома вы не в гостях вы в доме божьем и здесь всем управляет наш царь иисус христос и он является главой этой церкви и там где вы я верю что через духа святого придет его помазание придет его слово которое будет вас менять добрый день всем вы знаете сегодня хочу попроповедовать на тему победа в единстве я вижу что единстве есть могучая сила которая заложена своим самим господом я вижу как люди которые разъединяют тело христа приносят ссоры приносят разногласия какие-то церковь это гонители иисуса христа я вижу как сам господь по всей библии очень большое внимание обращает на единство и там где единство там сам господь скажи аминь вы знаете когда люди хотели без бога построить вавилонскую башню они договорились о том что они это сделать вошли в единодушие и согласие начали это делать и они привлекли внимание бога и господу пришлось вмешаться чтобы они не сделали того что они собрались сделать потому что в них он увидел единство и согласие в чем они не согласятся они сделают это ему пришлось смешаться разрушить башню перемешать их не языки в единстве скрывается великая сила которая приводит к победе и сегодня хочу прочитать стих филиппийцам 2 1 2 итак если есть какое утешение во христе если есть какая от рада любви если есть какая какое общение духа если есть какое милосердие и сострадательность то дополните мою радость имейте одни мысли имейте ту же любовь будьте единодушны единомысленны аминь павел здесь говорит что в присутствии таких качеств человек является уже настоящим христианином утверждивший который сдвигает горы мы видим что эти качества которые сострадательность и милосердие милосердие оно не у всех и не каждый достиг этого пути и мы видим например если взять мужа и жену собирающиеся на собрание и вдруг нечаянно муж поставил кружку неправильно я думаю у вас так не бывает у нас бывает так и маленькая капля прилетает на белую блузку то радости как-то с ним не бывает ее как-то меньше сразу да а казалось бы у обоих людей есть любовь милосердие есть есть все то присуще что дал господь сострадательность все есть но казалось бы маленькая маленькая капелька приносит в эту семью ее разделение нету единства и нету единодушия и вы знаете павел говорит союз со христом дает нам эти качества радость любовь милость сострадательность но только тогда когда мы в единстве и в единой души находимся вместе и тогда приходит бог и тогда посреди каждой семьи и тогда посреди каждого человека только единство и единодушие приводит внимание привлекает внимание бога и вы знаете я хочу вам рассказать еще одну историю Она в суде, где Бога привлекла ситуация Итак, читаем, судень 1.1.7 По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря Кто из нас прежде пойдет на Хананеев воевать с ними? И сказал Господь, Иуда пойдет, вот я передаю землю в руки его Иуда же сказал Симеону, брату своему, войди со мной в жребий мой И будем воевать с Хананеями, и я войду с тобой в твой жребий И пошли с ним Симеон И пошел Иуда, и предал Господь Хананеев и Фаризеев в руки их И победили они из них Визекий 10 тысяч человек В Визеке встретились они с Адонием Визеки Сразились с ним и разбили Хананеев и Фаризеев Адонием Визеки побежал, но они погналися за ним и поймали его И отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его Тогда сказал Адонием Визек, 70 царей, сосеченными на руках и на ногах Их больших пальцами собирали крохи под столом моим Как делал я, так и мне воздал Бог И привели его в Иерусалим, и он умер и там Мы видим, как помирает великий полководец израильского народа Мы видим, как Иисус Навин, который провел всю свою жизнь в шатрах на поле брани Не живя в тронных залах, не занимая дворцов Он провел все это время в сражениях Он воевал за свой народ и приводил этот народ к победе Он восполнил то, что повелевал ему Господь Он в единодушии с народом воевал и завоевывал и отвоевывал землю для своего народа Но тут пришла смерть Он умер, его нету И народ попал в смятение, пришел страх А кто сейчас будет воевать? А кто сейчас пойдет и принесет нам победу и добудет ее в сражении? И мы видим, как народ израильцев начал выпиять к Богу Они начали молить и просить его Господь, дай нам того, кто поведет и даст нам победу И Бог всегда слышит свой народ И он услышал свой народ израильский И он ответил ему, Иуда Но Иуда был не готов Он говорит, я не готов Я не такой силен, как Иисус Навин Я не такой дерзкий ходить за глигодотаем смотреть И людей настраивать на то, что нечего бояться Я не такой Я более приземленный человек Но он думает, надо идти Это же Бог сказал Это не люди выбрали Они не к людям пошли, израильский народ Они пошли к Богу Когда Бог говорит, израильский народ знал, что нужно взять и сделать И пойти, что говорит Бог И тогда будет победа Никак по-другому И мы видим, что он идет к брату своему Говорит, брат Одному страшно Я один навряд ли смогу Ну, войди в мой жребий А я войду в твой жребий И мы с тобой пойдем воевать И Симон соглашается Я здесь не вижу, друзья Чтобы кто-то говорил, а кто старший? А кто младший? А кто будет делить победу? А кому все достанется? А кто будет нами руководить? Я этого не вижу Я вижу, что братья, согласившиеся Вместе Они пошли для одной великой цели Для одной борьбы Для одной победы Над врагом Они согласились и пошли воевать И знаете, что они сделали? И знаете, что их единство сделало? Оно привлекло Бога Оно привлекло самого Бога Который даровал им победу И царь, который завоевал 70 царей Говорит Адоний Визеки Это, говорит, Господь сделал со мной Это не люди сделали Это сделал Господь Это сделал Господь Всегда, когда есть единство Приходит Господь Господь пришел И помог одержать победу Двум братьям Двум человекам Которые согласились Вместе пойти Одной целью Одной победой Для великого своего народа И тогда Господь пришел И даровал им победу Вы знаете Отрубленные пальцы На руках Ты не можешь держать оружие Ты не можешь его держать И на ногах Отрубленные пальцы Ты не можешь передвигаться По полю боя Он калекой стал И постромил его Господь Вот что сделал Великий наш Господь И тот, который завевал 70 царей Сидел сейчас Под столом С отрубленными руками И ногами И вы знаете Единство Оно привлекает Бога И позже Иисус скажет Матфея 18-19-20 Истинно так же говорю вам Что если двое из вас Согласятся на земле Просить о всяком деле То чего бы не попросили Будет им От Отца моего Небесного Ибо где двое Или трое собрались Во имя мое Там и я Посреди их Вы знаете В этом стихе Можно понять И подумать Что Если мы согласимся С Геннадием И мне нужна машина Мы помолимся И она у меня будет Но если брать в контексте Весь этот стих То там говорится Больше чем об этом Там говорится Что мы сперва Должны с ним Понять А в единодушии Или в единстве Или мы с ним Есть ли между нами Разделение Или нету Я должен подойти И спросить Гена У тебя есть что-то на меня Если нету Ты скажи Может быть Я скажу У меня может быть Что-то есть И когда мы Выясним И когда мы Помолимся Простим друг друга Единодушие придет В нашу жизнь И тогда Господь придет А мы пытаемся Создать какую-то формулу Чтобы выпросить Что-то у Бога Нет И самое главное Даже не это Что двое или трое Уже с друг другом Вошли в единодушие И в единство А главное Что Бог придет На это единство Самое главное Что Бог будет присутствовать В этом единстве Вот это самое главное Что привлекает Бога Это Единство Если у нас будет Единодушие То для нас Не будет Невозможных дел Скажи Аминь Если ты Войдешь Сегодня в церковь С братьями Серствия В единодушие У тебя Не будет Ничего того Чтобы Не Получилось Все получится Потому что Бог придет В это единство Вы знаете Церковь очень часто Молится Церковь очень часто Молится И мы Не всегда видим Это единодушие Не всегда видим Что люди приходят И встают вместе С нами Ползалы Бывают Пустые Но вы знаете Я хочу вам сказать Что давайте Теперь будем Собираться Как один кулак Как в единство Войдем друг к другу И начнем молиться Чтобы наша Церковь процветала Чтобы наши жизни Процветали Чтобы наши победы Приходили Чтобы Бог Пришел В нашу церковь Вы знаете Я себя Иногда оцениваю Я иногда Себе Задавал Раньше вопрос Когда не хотелось Мне идти А братья И сестры Там молились Я говорю А если бы Тысячу долларов Давали После молитвы Пошел бы я На молитву И вы знаете Я отвечал себе Да пошел бы Да пошел бы Стыдно За тысячу долларов Я бы пошел Молиться А к тому Кто Даровал мне жизнь Тот кто нашел Очистил и омыл меня Тот кто привел В царствие небесное Даровал вечную жизнь Это больше Чем тысячу долларов Это больше Чем все остальное Я должен войти В единство И вы знаете Я ни одной молитвы Не пропускаю Потому что я оцениваю И сравниваю С себя Потому что я хочу Быть с вами В единстве И хочу Чтобы это единство Было и у вас Со мною Потому что я хочу Привлечь Бога Чтобы Господь Здесь Менял Чтобы мы Обещаем о пробуждении Так пробуждение Начинается с тебя С тебя Начинается пробуждение Приди сюда И встань с нами Вместе и молись И ты увидишь Как придет Бог И ты увидишь Как все начнет Меняться Ты увидишь это Но я хочу вам Показать Другой пример Когда 70 царей Сидели под столом 70 царей Вопрос знаете Смотришь на это И думаешь А вы что там вообще Делаете Вы цари Вы цари У вас есть Свои государства У вас есть Своя армия Вы должны Защищать свой народ Защищать свою семью Вы должны быть На поле боя Вы что там Все собрались И сидите Я вижу что Адония Визеки 10 тысяч солдат 10 тысяч А вас 70 Если бы каждый из вас Привел хотя бы По тысяче Вас бы было в 7 раз больше Вас бы было 70 тысяч 70 тысяч было Если бы каждый из нас Привел по одному человеку В год Нас бы сколько уже было А вы знаете А я вижу там Они видели Как один царь Адония Визеки Завоевывать царя За царем И каждый царь Смотрит на это И не помогает никому А почему не помогает А кто будет мной командовать Да Им нужно было войти В единодушие Им нужно было прийти В единство Договориться вместе И соединиться В один кулак И разбить этого врага Который ненавистен был А они сейчас сидят Под столом А знаете почему А кто будет Надо мной командовать А кому все Достанется добыча А что будет дальше А у меня тоже Может что-то отнимут И вы знаете Думаете да Думаешь так Ну не хватило Наверное мудрости Да не мудрости Не хватило Не мудрости От гордыни И тщеславия Не дало им Объединиться вместе Войти в единодушие И в единство Создать Новую армию И разбить врага Вот что Не хватило им Сегодня Иисус Называет вас Царственное священство Сегодня Иисус говорит Ты и я Царь Ну а почему тогда Цари Сидят В рабстве Почему цари Сейчас сидят В рабстве Да потому что Дьявол Отсек им Руки Отсек им Пальцы На руках и ногах И они уже Не могут Воевать Они не могут Уже сегодня Прийти И начать сражаться Слава Богу Или что-то Получить Садись в единство Вы знаете Извечный вопрос А кто будет сидеть По правую руку Кто больше Кто меньше Извечный вопрос Люди задают Вы знаете Но я вижу Как Иисус Ответил на этот вопрос Марка 9.35 И Сев Призвал 12 И сказал им Кто хочет быть первым Будь из всех Последним И всем Слугою И всем Слугою Хочешь быть первым Хочешь быть первым Все хотят первым Если спросить В тайной комнате Все хотят быть первым Стань слугой Стань слугой Возьми пример Иисуса Христа Не будь таким Как в миру Начальник Я сказал И все склонились Я сказал И все сделали Друзья Здесь царство Иисуса Христа Здесь работает Все по-другому Иисус Христос Снимает с себя Одежды Полотенцем Себя Перевязывает И склоняется Склоняется К ногам Своих учеников Чтобы мыть Начать их Он не сидит На троне И не ждет Пока ноги Поднимут ему Чтобы их помыть Он сам Он сам себя уничижил Он сам взял Вот как нам нужно Себя вести Вот как нужно нам Кем быть Нам нужно Ноги друг другу умыть И брать Пример С Иисуса Христа Вы же все кричите Иисус Христос Иисус Христос Так склонись тогда И начни мыть Найди нужду Другого человека И восполни ее А кто первый И последний Второй И десятый Бог и без тебя Разберется Ты его творение Ты не творец Нужно взять И начать ноги мыть Как достичь Как достичь единства Последняя молитва Иисуса Христа Когда он молился Перед тем Как пошел на крест Друзья Иисус собирается Идти на крест Последнюю свою молитву И он молится Да будем едины Как и мы Едины Это последний путь Иисуса Христа Это последняя молитва И я скажу вам больше Это молитва Которую до сих пор Люди не исполнили Это единственная молитва Иисуса Христа Которую люди Так и не хотят Исполнять Он оделся В одежды Целостности Он оделся В одежды Целостности Если он Показал Нам Что я с отцом Един И ты должен быть тоже С отцом Единым Если ты сегодня Разъединен С кем-то То как Получать Все обетования Как получать Все благословения В разделении Ничего нет хорошего Дьявол делает Разделения Он всегда хочет Их сделать Это не наш путь Друзья Вы знаете Поэтому порой И мир не видит нас Потому что мы Не едины Пастор должен быть Единый со своей церковью А церковь должна Единая быть Со своим пастором Должны быть все В единстве Пойти И согласиться На то что Есть устройство На то что Есть повеление На то что Нам нужно Исполнить То что нам Дает великий Господь Мы в этом Должны Прибывать А не сидеть Под столом И собирать Крохи Я не хочу Лично Я хочу сидеть За столом Пировать С Иисусом Христом Брать Его Учение Духа И тогда И тогда Начнет Измение И тогда Ты привлечешь Господа В свою жизнь Павел Которые Христос, славу Бога Отца, что нам нужно делать, чтобы войти в единство? Первое, не имейте желания выделяться в церкви, я здесь делал лучше всех, похвалите меня, послушай, надо тебе разобраться, ты для кого делаешь? Для Бога или для людей? А Бог обратит внимание и воздаст каждым по заслугам. Второе, мы должны усмирить себя, свои желания, слышать лесть, слышать лесть, нужно изменить самого себя, не надо тебе ее слушать, это не голос Господа. Третье, оставить свою гордость и почитать другого выше себя, не на словах, а на делах. Многие говорят, да, я почитаю, но если почитаешь, сказали тебе пересесть, возьми, пересядь, сказали тебе со стаканом не заходить в церковь, не заходи, сказали тебе сумку убрать со стула, возьми, убери. Вот это и есть простые дела, которыми мы показываем единодушие и единство в церкви. Четвертое, смирить себя, независимо от твоего положения, авторитета, возраста и от других характеристик, которые тебе возносят над другими. У каждого из нас, у каждого есть позиция в церкви, у каждого из нас есть служение в церкви, но послушайте, если даже 28 лет ты в церкви, это не дает тебе права вести себя по-другому. Давайте будем смотреть на плоды людей, которые пришли в церкви, которые служат. Человек пришел год в церкви и сделал больше, чем вся церковь за пять лет. Давайте на плоды смотреть, потому что Иисус сказал. Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. На плоды давайте смотреть, а не наше положение. Пятое, иметь послушание перед Богом через Его Слово. Если ты будешь послушен Богу, тогда ты будешь послушен и своим наставником, и придет единство, которое привлекает Бога. Тебе нужно наставником своим сегодня слушаться. И шестое, одно из самых, наверное, важных, которое вообще изменило меня самого, когда я сам про это думал, и когда начал взять, взял это к себе на вооружение, начал это использовать в церкви. Слушай, шестое. Ты не можешь любить Бога, прославлять Его и общаться с другими братьями и сестрами плохо. Невозможно. Мы должны работать над собой. Мы не призваны менять друг друга. Мы призваны менять себя. И поэтому мы должны сильно потрудиться, чтобы поменять отношения к окружающим нас, братьям и сестрам, чтобы научиться почитать их выше себя самого. И тогда придет единодушие, друзья. А когда придет единодушие в церковь, за ним придет и Господь. Что толку кричать, Бог велик? Что толку кричать, Бог велик? А сам не исполняешь Его Слово? Пусть сам Господь проговорит в ваше сердце сейчас. Вы знаете, этот стих Ефесянам 4.1.6. Я хочу, чтобы вы открыли сейчас этот стих. Чтобы он стал вашим стихом. И чтобы вы смотрели и равнялись на этот стих. Это сам Павел пишет. Я думаю, это очень важно для каждого из нас. Читаем. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно званию, в котором вы призваны. Со всяким смиреномудрием, и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу, любовью. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух. Как и вы призваны к одной надежде. Вашего звания. Один Господь. Одна вера. Одно крещение. Один Бог. И Отец всех. Которые над всеми, через всех и во всех нас. Нам надо быть достойным христианину. Звание христианина. Вы должны хранить его. Больше всего. Потому что это звание дал вам Христос. Он поменял вам имя. Он сказал, вы христиане. Помазанные, что означает. Вы знаете, порой видишь человека, идущего в форме, пьяного, орущего, кричащего, ругается, махает руками. И думаешь, что ты позоришь звание свое. Ну, сними эту форму с тебя. Оставь ее дома. Ну, не позорь звание офицера. Ты офицер. За тобой страна стоит. За тобой люди стоят. На тебя уповают. На тебя равняются. На тебя смотрят. Сегодня как люди смотрят на нас, христианин. Христиан, как мы себя ведем. Они смотрят, когда ты даже, может, и не видишь. Твои соседи. Твои друзья. Твои родственники. Они очень смотрят пристально на твою жизнь. И какая она меняется. Что толку говорить им о Христе, если ты не являешься. И не поступаешь по его учению. И не видно в тебе христианина. Потому что тебя не видит этот мир. Потому что тебя нету, в конце концов. Потому что ты не поступаешь так, как должен поступать христианин, когда приходят в его жизнь испытания, приходят в его жизнь трудности. Вы знаете, я один раз наблюдал картину верующего человека, который в нашей церкви шел и ругался на свою жену своими маленькими детьми. Шел и ругался на всю улицу орал. А потом мне еще добавок позвонил человек, которого я к Господу привел несколько дней, ходил и спросил. Это что христианин? Я же видел его в церкви. Не позорь звания христианина. Не позорь звания. Будь христианином твердым и мужественным. Стерпи все то, что тебе делается. Не будь ты позором Иисуса Христа. Будь славой Иисуса Христа. Вы знаете, когда русского царя убивали вместе с его семьей, он не лазил на коленях и не умолял о прощении. Он согласно своему званию и призванию, друзья, принял смерть, как русский царь, достойно своему призванию царя. А сегодня тебя Бог назвал царственное священство. Сегодня Бог в тебе живет. Сам Господь с тобою. Храните звания христианина. Храните всем сердцем, всем разумением, всей душою. Все, что у вас есть, друзья, это война. Это война. И нам, как на войне, нужно быть достойными. Русские офицеры всегда шли в бой. Где бы они ни были, они всегда достойно помирали. Они всегда были эталоном своей армии. Они были эталоном своего войска. Их любили и почитали их солдаты. Потому что они не прятались за спины их. А шли впереди с поднятым знаменем, с поднятой саблей, с поднятым леварвером. Будь достоин христианина. Ты знаешь, когда убивали Стефана, Стефана забивали камнями. Он вел себя, как царь и священник. Он вел себя, как настоящий христианин. И я вижу, как придя на небо, Иисус Христос встал со своего трона, Чтобы почтить того человека, Который сохранил звание христианина. Я вижу, как встает сам Иисус Христос, Чтобы почитать Его. Вы знаете, когда встает царь престола, Кого-то почитает. Этот человек что-то сделал много для Его Царства. Что-то много сделал для Его граждан. Вы знаете, друзья, Нам нужно быть в звании христианина. Быть в единстве друг с другом. И показывать этому миру, Что никто не может нас победить. И невозможно им нас победить. Потому что сплоченные в единстве люди Достигнут, в чем они согласились. А мы с вами согласились спасать людей. Выдергивать из этого проклятого мира. Из этой темноты мы призваны к этому. И мы должны идти как свет. Без пятна и порока. Чтобы Иисус Христос, когда светил на нас. Чтобы этот свет отражал от тебя. И светил этому миру. И тогда не нужны твои слова будут. От любви никто не хочет уходить. Тогда будет в тебе любовь. Тогда будет всеми все приходить. И будут хотеть находиться рядом с тобой. И исцеление будет. У меня есть человек, который приезжает. У него сахар 20. Ко мне приезжает у него 6. Он говорит, не хочу уезжать. Сахар всегда падает. Потому что не я такой. Иисус светит, а я отражаю. И отражаю это спасение. Отражаю это исцеление. Единство, заложено Иисусом Христом. Как основание и как цель церкви. Как цель церкви. Церковь, достигшая единства, должна хранить это. Нам нужно служить друг другу. А не контролировать друг друга. Не строй свой трон в церкви. Не строй. Здесь Иисус Христос на троне сидит. У тебя здесь трона нету. У тебя здесь другие цели и задачи. Которыми Он тебя призывает. А будь всем слугою. Не ищи своего. А ищи нужду. Другого. И восполни ее. И исполнишь повеление Бога. Бог повелел нам не троны устанавливать в церквях, а ноги мыть, как Он это делал. Если вы хотите быть ближе с Господом, если вы хотите, чтобы ваши отношения развивались, у меня они начали развиваться, когда я пришел в единство своего пастора, в единство своих братьев, в единство лидеров, в единство всех. И я не искал, кто прав или не прав. Я искал единство в самом себе. Потому что мое отношение определяло. В единстве я сила Духа есть во мне или нету. Потому что на единство приходил Бог. И на единство Господь меня исправлял. В тайной комнате меня сокрушал. Заставлял, давал возможность перед Ним плакать, смеяться, плясать. Потому что единство пришло. А там, где я с единством своими братьями и сестрами, там и Бог посреди нас. Там и Бог. Войдите в единство и увидите, какую победу одержите вы над всеми своими невзгодами. Ничто не устоит перед этой лавиной. Потому что Иисус будет вместе с вами. Братья и сестры будут вместе с вами. Это будет мощнейшая победа, которую Бог дарует церкви. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, слава тебе, вся слава и честь. Я благодарю и славлю великое твое имя. Спасибо, Господь, что Ты посреди нас. Спасибо, Боже, что Ты даешь это слово о единстве. Дай нам быть в единстве Духа Твоего. Дай посреди нам быть в единстве с Богом, с братьями, с сестрами, с пасторами, с лидерами, со всеми, Боже. И зле этот Дух, и зле этот Дух Свой Господний. Дай, Господи, еще больше нам разумения и понимания, что только единство может привести нас в союз мира и любви со Христом. Господь, только это приводит любовь. Только это приводит радость. И пусть полная будет радость наша в Господе нашем через единство. Спасибо Тебе, Господь. Благослови всех, кто смотрит нас. Благослови церковь. Благослови людей, Господь. Благослови своими благословениями, чтобы дай избытка, и чтобы все их ненужные, Господь, которые были у них, они бы, Господи, растворились и ушли в небытие. И пусть, Господи, будет единство в нашей церкви. И, Господи, Ты зальешь Своего Духа Святого без меры. Так говорит слово. Молился я во имя Иисуса Христа. Аминь.